Смотри, у меня камера вот здесь, а ты у меня вот здесь в скайпе, поэтому не обращай внимания. Все-все-все, да-да. Я по странировке, поэтому извиняйся немножко. Все хорошо, это я только воскнулась, я обычно так просыпаюсь. Так, давай тогда познакомимся, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, актерским мастерством занимаюсь очень давно, и ту технику, которую ты видел, это немножко, знаешь, работа через тело. Ну сейчас мы с тобой, ты будешь задавать вопросы, я тебе буду отвечать. Теперь хочу узнать, кто ты. Так, мне 31 уже скоро будет, вот я занимаюсь, ну я больше в творчестве занимаюсь фотографией, видео, актерским, но актерским, на актерском я учился лет восемь назад, вот, я учился сначала год в Англии и год в Америке, да. Ох, ты мне нужнее, наверное, чем я тебе. Это очень интересно, расскажешь, да? Извини, я тебя перебила, давай дальше пойдем, извини, потом к этой теме вернемся. Вот, я из Алматы, вот, и вообще почему как бы я, я просто, меня утвердили здесь на один проект, на один сериал, вот, и я понял, что я очень многое забыл из актерского, то есть забыл все упражнения, потому что больше ушел немножко в изучение режиссуры, изучение сценарного мастерства, вот. Вот, и плюс ты все-таки понимаешь, когда ты учишься где-то на западе и возвращаешься обратно, вот, в странах СНГ, то есть есть, появляются какие-то зажимы спустя какое-то время, вот. У меня эти зажимы появились, вот, и я начал искать какие-то вот упражнения, которые помогли бы мне расслабиться и подготовиться к своему проекту, потому что он уже, вот, 5 июня у нас начнутся съемки, и, получается, наткнулся на ваше видео, я его попробовал, я, честно говоря, был очень удивлен, потому что, я не знаю, может быть, я просто хорошо сфокусировался или еще что-то, но я попробовал сделать это упражнение, и как я вот описывал, то, что сначала... Так, я уже забыл, что у нас, какое у нас было упражнение из вашего видео. Была фокусировка на плече. На частях тела, да. Да, на плече, то есть у меня было напряжение, но, как я уже писал, скорее всего, это потому что я посмотрел то, как вы это делаете, и, возможно, это какая-то вот, как называется, психосоматика, нет? В общем, я попытался, наверное, психологически как-то скопировать то, как вы рассказали стихотворение. Позже я сделал упражнение от бедра, то, что вы делаете, и у меня появилась какая-то энергия, и получилось так, как будто я поддерживаю Танечку, и захотелось что-то вот прыгать, танцевать, там как-то вот веселиться. Ты прыгал, танцевал? Я не прыгал, танцевал, я сидел на месте, но у меня не сиделось, то есть я постоянно, мне что-то вот хотелось делать, и от этого меняется даже голос, твоя подача полностью, и мимика, и внутренняя энергетика, не знаю, энергия. И потом от затылка, да, у вас было еще? Ну, можно от затылка, можно от попы, ты не делал от попы? Нет, я не делал от попы. Это такая интересная вещь, попробуй сделать. То есть ты можешь сам выбирать любую часть тела. Знаешь, о чем это говорит? О том, что у тебя очень хорошо развита концентрация. Это здорово, это получается только у тех людей, у кого она развита. Если концентрация не развита, то это упражнение, ну, это в принципе все равно бесполезно. Еще, знаешь, я не помню, там говорила в этом видео или нет, что можно концентрироваться, допустим, если ты хочешь сыграть какую-то боль, да, там, зареветь или еще что-нибудь, можешь сконцентрироваться на том участке тела, где у тебя было сломано. Вот, допустим, рука там сломана, нога сломана. Или там, допустим, где у тебя была операция, там можно сконцентрироваться, чисто уйти вот в эту опять боль, эту прожить, и у тебя оно изнутри пойдет уже само на камеру. Вот, тоже можешь попробовать дома потренироваться. То есть, смотри, наше тело на самом деле, оно же... О, Боже! В нем все есть. Существует же даже теория, что сначала тело работает, а потом уже включается мозг. Эту теорию тоже можно не убирать, как говорится. Какие у тебя еще вопросы были, мне интересно? Я извиняюсь, опять же повторюсь, я просто сейчас после тренировки немного срезал углеводы, и поэтому я сейчас начинаю немножко тормозить. Я начинаю тормозить, да, углеводов в тело не хватает, оно уже такое, так, все, я торможу. Так, ты вообще, хорошо, для чего ты вообще сегодня хотел со мной побеседовать? У меня больше, наверное, были вопросы по тому, как вообще можно убрать зажимы в таких условиях, когда ты живешь в другой культуре. Вот я, допустим, как приехал со Штатов, я, допустим, не могу до сих пор привыкнуть к нашей культуре, казахской, где все очень строго, и вот мужчина, не мужчина, то есть вот эти вот какие-то понятия, которые тебя зажимают, то, что несерьезно, скажем, заниматься творчеством, несерьезно там то, несерьезно это. Ну, это как бы, это наш менталитет, это вот наша культура. И с течением времени ты хочешь, не хочешь, ты все равно где-то прогибаешься под эту культуру, и ты теряешь, наверное, вот свое «я» и начинаешь подстраиваться, и ты уже не являешься самим собой, ты уже не понимаешь разницу между тем, где ты делаешь то, что ты хочешь делать, между тем, что ты делаешь то, что тебе говорят делать. Вот. И вот эти вот психологические... Вы мне сейчас, пожалуйста, чей это выбор? Выбор в плане чего? Ну, вот ты сказал, что все вокруг говорят. Ну, говорят, да, говорят. А кто выбирает, чтобы их слушать? Ну, здесь, наверное, я думаю, проблема у меня с самоидентичностью, с самоидентификацией. Может быть, наверное, я изначально не знаю... Вопрос, я задала тебе простой вопрос. Кто выбирает слушать тех, кто говорит? Вот эти вещи. Это первое. Да, понятно. Ну, в смысле, это просто было наступить. Второе. Кто выбирает тех людей, которые это говорят? Я. Есть ли в твоем окружении люди, которые за тебя, которые тебя поддерживают и говорят тебе обратное? Эти люди есть, но проблема... Нет, подожди, давай, они есть. Хорошо, тогда в таком случае почему бы тебе больше не общаться с теми людьми, которые тебя поддерживают? Почему не находить тех людей, которые на твоей стороне? Почему не слушать... Почему ты... Ты можешь не слушать тех людей, которые говорят вот эту вот какашку? Ну, вот этим вопросом я, наверное, сам себе задаюсь. Почему не сделать фокус внимания туда, куда тебе надо? Вот почему? Почему ты не делаешь фокус внимания туда, куда тебе надо? Скажи мне, пожалуйста, сейчас. Не могу, не знаю, как ответить на этот вопрос. Стоп, 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 давай так. Слово «не знаю» подразумевает под собой, его вообще нельзя никогда употреблять. Слово «не знаю» говорит о том, первое, ты знаешь, но не хочешь признаваться самому себе. Это первое. То есть ты врешь в первую очередь самому себе, поэтому ты прикрываешься словом «не знаю». Второе, ты знаешь ответ, но ты не будешь этого делать. Еще раз задаю тебе вопрос. Почему ты не фокусируешься, не фокусируешь свое внимание на свою цель? Туда, куда тебе надо. Почему ты фокусируешь внимание на тех людей, которые вот это все говорят? Не знаю, может быть, нравится, ой, хочется кому-то понравиться или хочется какого-то признания, что-то вот в этом роде, наверное. Признание со стороны кого? Со стороны общества, в общем, в принципе. Признание со стороны тех, которые тебе говорят, что у тебя ничего не получится и творчество это не твое, и сиди ты дома, а признание этих людей я не могу понять. Ну, я думаю, что-то эго, наверное, во мне играет, что вот я там могу, я вам покажу. Если у тебя играет эго, для чего, еще раз, для чего ты слушаешь этих людей? Мне кажется, над этим нужно, в смысле, прям как-то вот посидеть, подумать. Я могу только сказать то, что во время карантина, кстати говоря, карантин, допустим, на меня очень сказался положительным, потому что я сел, и я изолировал, скажем так, свое мышление от окружающего мира, вообще от всего, что люди говорят мне, обо мне, от того, что люди мне пишут, бывают иногда какие-то негативные комментарии. Я от этого как-то изолировался и постарался уйти больше в себя, то есть понять свое тело, понять там свои цели, наконец-то. Вот, еще у меня был какой-то вот такой небольшой кризис 30 лет. Вот, и в принципе сейчас я больше, наверное, прихожу к себе. Почему фокус твоего внимания не на положительном аспекте, а на отрицательном? Еще раз задаю этот вопрос. Почему? Я не знаю, я вот... Ты, стоп, я еще раз говорю. Почему фокус твоего внимания на... У меня, кстати, скоро... Пока я сейчас скажу рекламную паузу, сделаю, ты пока подумаешь. У меня скоро... Я делаю сейчас марафон как раз по... Сейчас скажу, как он у меня называется, да? Как выйти из общего строя и начать доверять себе. Вот у меня скоро будет такой марафон, я сейчас его готовлю как раз. Но вот считай ты моя реклама перед как раз этим марафоном. Я еще раз задаю вопрос. Почему? Почему фокус твоего внимания вот вообще всегда актер в первую очередь что должен научиться? Это умение анализировать в первую очередь себя, а потом уже все остальное. Вот в данном случае ты мне как бы такой, ну, сидишь, начинаешь там болячку свою рассказывать, все вокруг виноваты, вот они такие, у них такой менталитет, вот они такие вот нехорошие, говорят, что творчеством заниматься мужчина не имеет права. То есть твой фокус внимания полностью на отрицательном аспекте. Я тебя спросила, есть ли положительные люди в твоем окружении, ты сказал, что они есть, но однако ты начал с отрицательным. Так почему? Привычка может быть. Может быть привычка, но тут еще корни глубже растут. Не знаю, может легче оправдываться. Я на самом деле уже столько вещей перебрал, что... Почему оправдываться легче? Почему? Почему тебе легче оправдываться? Потому что легче с себя ответственность на кого-то перенести. Так, а почему ты хочешь переложить ответственность на кого-то? Молодец, молодец, прав. Ну и не знаю, первое, что мне приходит в голову, это... чтобы себе как-то облегчить, наверное, вот эту вот тягость, которую я несу. Если у тебя что-то не получится, кто будет виноват? Я, ну в смысле это... Нет, кто будет виноват? Ты правильно сказал, переложить чувство ответственности. Если у тебя не получится твоя цель, кто будет виноват? Ответственность. Менталитет, тот менталитет, который в этой стране, те чуваки, которые говорят все плохо. Куда ты вообще лезешь, мужик? Ты, мужик, должен вон идти автомобили чинить, гвоздь забить, а ты в творчество ползешь. Вот я живу в такой ужасной стране, где вот такой менталитет, поэтому у меня ничего не получилось. Не понял? Нет, у меня в смысле я настолько, я так примитивно не мыслю все равно. То есть я над собой работаю. Просто я понимаю, что есть какие-то моменты, на которых я зацикливаюсь. Это как бы немножко вот разные вещи. Я не обвиняю, но я понимаю, что я зацикливаюсь на каких-то моментах. Смотри, ты начал сегодняшнюю нашу беседу ведь неспроста. Это вышло твое подсознание, которое мне рассказало вот эту вот историю. Я тебя поэтому спросила. Вокруг тебя есть окружение, которое тебя поддерживает? Да, есть. Так почему человек, ну это мое мнение, да, конечно, но почему человек фокусируется на отрицательных аспектах? Ты сам сказал, и я с тобой опять же соглашусь, что потому что перекладывание чувства ответственности. Так вот, почему человек перекладывает чувства ответственности? Это не только ты. Это все вокруг, понимаешь? Все вокруг. Вокруг виноват кто-то, только не я. Человек тем самым, у него страх, он себя защищает. То есть вот, они во всем виноваты, если у меня ничего не получится. Но почему бы не перефокусировать свою точку внимания? У меня есть цель, допустим, да, и я к ней иду. Идите вы все остальные в сад. У меня есть люди, которые меня поддерживают. Тем более, у тебя очень большой успех. Ты понимаешь, что ты учился на Западе? Да тут половина сейчас, вот кто посмотрит, он скажет, он на Западе. Расскажи, как ты учился на Западе. Вот, понимаешь, у тебя есть такая замечательная вещь, что у тебя еще и еще раз есть возможность туда уехать, как я понимаю. Правильно? Ну, возможно. Как бы я сейчас не загадываю. То есть у меня есть какая-то цель, я как бы к ней иду. Как получится, так получится. В общем, что я хочу сказать. Надо нацелить фокус внимания. туда, куда тебе хочется. Все. Вот у меня есть фокус внимания. Еще, знаешь, есть такая замечательная история, которую очень часто в коучинге рассказывают, может, ты тоже знаешь. Когда крабы, вот выкопать яму, посадить туда краба, если он один, он выберется. Когда крабов много, этот краб уже никуда не выберется. Потому что его другие крабы будут тянуть вниз. все. И он будет в этой же стае, и он в этой же стае умрет. Не делать такое умное лицо. Может быть, я не права. Может быть, такое. Может быть. Но как бы это мое мнение, которое я высказала и которое я всегда высказываю. когда... Вот знаешь, на самом деле... Нет, давай сначала, может, ты расскажешь... А, ну хорошо, сейчас выскажу свою точку зрения. Вот сейчас вот эта вот самоизоляция показала на самом деле то, насколько люди зомбированы. И насколько нами можно управлять. А они поняли, что все равно проанализируют они эту ситуацию, они поняли, что есть люди, которыми хрен управлять, а которые... Большинство массы стадо паранов, ими можно управлять, и они тебе и купят все, что угодно, и сделают все, что угодно, и как бы это им в плюс, по идее. Да? Это опять же моя точка зрения. Вот. То есть человек, получая информацию извне, какой-то вот, сделать так, он даже не анализирует, он не ищет никакую информацию, он просто тупо делает так. Это к чему? Это к тому, что это не то, что они виноваты, это то, что у нас эта система так еще со школы идет. В школе строят человека так, чтобы он слушал вся государство. То есть тебя воспитывают под твое государство и все. Поэтому самоизоляция это, с другой стороны, очень замечательно, хорошая вещь. И вообще этот коронавирус, я считаю, что очень хорошая вещь. Почему? Потому что я вдруг осознала, что как здорово, что я не успела попасть вот в этот механизм зомбирования еще в детстве. Мы жили немножко в лесу, в другом месте совершенно. Мне вот в это повезло. Я умею смотреть, умею анализировать. Почему я вопросы тебе задавала? Через вопросы человек приходит к самому главному, задавая почему, зачем, когда и так далее. А тем более, как ты же актер, ты должен свой персонаж уметь разбирать. Ты же берешь текст и начинаешь, во-первых, вопросы задавать. А почему он так поступает? А зачем он это делает? И тогда ты приходишь уже к истинному зерну персонажа, я так думаю. Или на Западе там по-другому учат, я не знаю. Да, как бы все по Станиславскому, все по Чехову, как бы в принципе я думаю, что... Не думаю, что есть какая-то информация у них, которую не знают в странах СНГ, скажем. Вот та же информация у Чехова, это же работа через тело. Сейчас очень много методик, если ты вдруг встретишь... В Германии сейчас, кстати, фильмы хорошие пошли, и вот эта вот методика как раз... Просто я работала с Алиной Багровой, с режиссером, она в России у нас, да? И вот они как раз... Она работала... Сейчас не помню педагогов, но германские педагоги, вот она как раз преподает актерское мастерство через тело. Ну, там мало Чехова, мало Станиславского. Сейчас же очень вперед идет вот этот прогресс весь. И вот как раз вот эти те упражнения, это оттуда. Вот это вот оттуда. Допустим, сейчас расскажу просто очень интересный факт, да, чтобы ты тоже понимал, это интересно для тебя будет за женщинами понаблюдать. Когда, допустим, если ты фокусируешься на пятой точке, женщина, если фокусируется на пятой точке, концентрация уходит, она начинает лилять бедрами, идет флирт. То есть концентрация на пятой точке, если я сконцентрируюсь, начну ходить, пойдет флирт. И мужчины зачастую предполагают, что это желание женщины секса, отсюда идут изнасилования. Поэтому вот мы когда вот делали, допустим, это упражнение, да, сразу предупредили, что девочки, мальчики могут принять это как за посыл к сексу. Но это флирт женский, то есть она не подпустит мужчину, но в то же самое время будет с ним флиртовать. Вот такое вот интересное упражнение. Вот можешь просто понаблюдать, там в ресторане посидишь, да, актер же еще это наблюдение очень хорошее. Понаблюдай, когда женщины с мужчиной только познакомились, у нее походка меняется. А сексуальные посылы у женщины, это можно посмотреть, допустим, и у мужчин тоже. Танцоры, они же всегда, у них какая сексуальная энергетика? Ты если хочешь сексуальную энергетику, ты, допустим, начинаешь работать передним местом. Ну, извини за такую подробность, но вот эта концентрация на переднем месте. Танцоры это используют. Или когда ты там хочешь вот это вот использовать. По поводу твоего, там, допустим, зажима убрать, да, ну, я не знаю, то, что я тебе говорю, тебе полезно? И вообще, зачем я тебе это... Нет, в смысле, мне это нужно, тем более, ну, как я сказал, то, что я сейчас буду готовиться к роли, поэтому, тем более, роль она такая, комедийная, а комедийная роль, она предполагает, что нужно как-то убрать все эти зажимы, быть более раскрепощенным. То есть, тем более, роль она больше, немножко в ней есть, присутствует карикатурность. То есть, больше, наверное, физическая комедия, могу сказать. Смотри, все равно я тоже люблю приводить пример Джима Керри, да? Вот, вот. А ты задумывался вообще, что, есть ли вероятность, что Джим Керри вообще, вот, я считаю, что, скорее всего, что это так, что он вообще работал со своим лицом через зеркало, что он каждую улыбку, каждую мимику лица, скорее всего, зарисовал и репетировал. У него же, вот если посмотреть внимательно его фильмы, у него каждая улыбка другая. Ну да, да, да. Как этим можно добиться? Это когда ты только репетируешь, слышишь? Ну, вот, вот, вот так вот интересно, да, зарисую я там, или, вот, это улыбка там, 75-го, допустим. Вот. Почему нет? Попробуй взять, придумать для своего персонажа какую-нибудь, опять же, через тело это получается, физическую какую-нибудь данность, он любит там, да, но это, я не знаю твой персонаж, поэтому сейчас сказать ничего не могу. Или там он любит пальцами вот так вот делать, да, или там, допустим, я не знаю, он бабочку обожает носить, да, я не знаю, что твоему персонажу ближе, это же надо разбирать, сидеть, но вот это будет тоже довольно-таки интересно, предложи там режиссеру, допустим, да, или по зажимам как убрать, но это, ты же спортом занимаешься. Да, я занимаюсь, и я сейчас больше стал практиковать медитацию, ну, я не знаю, я просто не знаю, что значит успешно медитировать, потому что я как бы никогда не записывался ни в какие группы, ничего такого, я просто там включил YouTube, посмотрел, послушал, и начал делать, вот и все. Сейчас все, наверное, так, включил YouTube, посмотрел, послушал, и нормально. Нет, почему, я считаю, что если есть полезная информация, почему бы ей не воспользоваться, но опять же же надо это все проанализировать, допустим, как тебе подходит, что-то тебе подходит, что-то не подходит, правильно? Вот, я так считаю. Так, по поводу зажимов в теле, что могу тебе сказать? Вот у меня основная проблема, это, я думаю, это осознание присутствия камеры, и осознание присутствия того, что за тобой кто-то наблюдает. И из-за этого, когда ты играешь, у тебя получается малый фокус на своих партнеров. То есть я это начал в какой-то момент замечать. Года два назад. Страх. Страх и осуждение, да. Страх и осуждение. Все. Работа, а, и еще, знаешь, мы очень боимся, когда, ну, опять критика, да, ты еще говорил в начале, что я убрал критикам, которые там что-то пишут, видишь, это тебя задело все-таки, где-то подсознательно внутри, это к себе сидит. И еще, если ты отрепетировал свою роль на все сто процентов, то есть я ее прописал, проанализировал, порепетировал, все, будь что будет, это, это, скорее всего, вы должны были на Западе проходить. мы все это проходили, опять же, просто я говорю, тот, допустим, турар, который там вернулся из Америки, там, 7-8 лет назад, и тот турар, который сейчас, это разные немного люди, то есть, лет 7-8 назад, я, наверное, был более беззаботный, чем сейчас, вот, поэтому я просто вот хочу поделиться вообще как бы своими наблюдениями, своим опытом, почему, допустим, в Штатах, но это, опять же, это мое мнение, это не факт, что это так есть, но я наблюдал за американцами, и, то есть, в принципе, в Америке очень много реально крутых актеров, и актеров очень разноплановых, и дело не только в том, то, что там хорошая школа, что там что-то как-то по-другому обучают, и так далее, а реально дело в менталитете, то есть, у них, в принципе, практически нет рамок в общениях, они очень открытые, и у них нету какого-то вот прям явного разделения, там, социальные прослойки, то, что вот там кто-то, ты там, извиняюсь, бездомный, да, что я буду с тобой разговаривать, или там, ну, в общем, какие-то вот такие вот моменты, они позволяют любому практически, наверное, американцу играть открыто и без зажимов, то есть, вот этих психологических зажимов у них просто нет, элементарно, ты захотел там в центре города прогуляться там без футболки, ну, и снял футболку, и как бы на тебя никто не смотрит, и всем плевать, поэтому это очень, такой вот момент, а когда ты приезжаешь обратно в страны СНГ, все равно ты замечаешь вот это вот напряжение на энергетическом уровне, я не знаю, вот в воздухе, но чтобы это порочувствовать, чтобы это понять, это вот нужно туда съездить, пожить, вернуться обратно, и я думаю, тогда это станет более очевидным для людей. Что ты опять сделал? Вот о чем мы опять с тобой говорили? Я скажу, я знаю, в смысле, то, что вы сейчас хотите сказать, но я думаю, что все-таки нужно, я вас понимаю, я понимаю все это, я анализирую много раз себя, но все-таки, чтобы понять и дать какую-то объективную оценку моему там отношению или моим реакциям, мне кажется, нужно все равно побывать за границей, и прочувствовать все эти моменты. Я была в Лондоне, я была в Лондоне. Но быть, это все равно немножко... Смотри, я сейчас расскажу тебе одну историю, и вот ты мне сам свои выводы сделаешь. Я не могу поменять сейчас за каких-то там 24 минуты твой мозг, это твое решение, твой выбор. Если ты в этом выборе остаешься, это опять твой выбор, и я не могу тебя оттуда достать, все это в нашей голове. У меня девочка недавно была на курсах, у меня училась девочка из Болливуда, она из Казахстана, девочка, она уехала в Болливуд, не зная английского языка, не зная, что там с ней будет, она туда уехала, без актерского образования, она туда уехала, обжилась, взяла у меня курсы по актерскому мастерству, мы с ней стали заниматься, она снималась с очень великими, замечательными актерами, сейчас она организовала тренинг исполнения желаний, я, семь дней у нее был бесплатный тренинг, я пошла к ней, мне интересно было, тем более моя ученица, теперь я ее стала ученицей, так вот, она рассказала одну интересную историю, она попала в очень богатое общество, дело в том, что, смотри, сначала, как у нее получилось, она, когда только въехала, там был очень плохо, они сняли квартиру, где были правила, мужик установил правила, потому что он платит, то есть, вернее, его квартира, они там не могли дышать, затем он их выгнал, и деньги им не вернул, их знакомый поселил их в ужасные условия, она это все показывала, на пять дней, и то на пять дней, девчонки остались без денег, без квартиры, в итоге, она созванивает, вернее, ей в фейсбуке пишет один человек, она говорит, я не отвечаю вообще, как бы, индийцам, а тут решила ответить, в итоге, он, оказывается, сдавал супер-пупер, короче, все, как они хотели, она жила в королевских условиях, так вот, я сейчас к самому главному, она попадает на очень богатую вечеринку, девочка, которая, ну, без денег, без ничего, попадает на очень богатую вечеринку, и она начала там себя вести, такая, какая она есть, она смеялась, веселилась, то есть, ты представляешь, богатые люди, да, с менталитетом, что они делают, мы держим вот так вот бокал, мы ведем себя правильно, мы смотрим на всех других, обсуждаем других, как они себя ведут, к ней подошли, сделали замечание, да, что ты, извини меня, ты как бы находишься в нашем обществе, она сказала, слава богу, что я в вашем обществе не нахожусь, идите вы нахрен, и я буду себя вести так, как я себя веду, потому что я сегодня гостья, все, я имею на это право, в итоге, к ней подошел охранник, очень страшно, она говорит, зачем я ему вообще номер телефона дала, он попросил номер телефона, она говорит, мне стукнуло, вот дать номер телефона, она дает номер телефона этому охраннику, через несколько дней ей звонит мужчина, очень богатый, у него там свои самолеты, так далее, тому подобное, и предлагает ей огромное путешествие, тогда, в общем, они сейчас с ним знакомы, у них все замечательно, человек ее увидел в этом обществе, что она отличалась от всех, и, соответственно, послала своего охранника взять у нее номер телефона, скажи, пожалуйста, она выиграла своим поведением, что послала все это общество далеко и надолго, выиграла или нет? Ну, видимо, да. Почему? У нее, во-первых, она не сомневается в себе, не сомневается в своем поведении, она в себя верит, по поводу вот этого хочу сказать тебе, есть замечательные два фильма, шоу Трумана, смотрел? Да, да. Смотрел фильм Август Раш? Да, да. Так о чем эти фильмы? Надо пересмотреть. Вот, да, пересмотреть, задайся вопросом, фильмы же тоже не просто так, тем более американцы, они никогда не снимают просто так, там всегда есть глубокий смысл какой-то, какая-то идея, мне вот это вот нравится, поэтому смотреть вообще американские фильмы. То, что я тебе сейчас сказала, я понимаю опять же, что я не переверну твое мировоззрение, потому что скажут, ну это же девочка, вот ты найдешь кучу оправданий, это девочка, это Индия, там так далее и тому подобное, но человек вел себя так, как он считал нужным, почему? Потому что уверен в себе, понимаешь? Она живет здесь и сейчас, и наплевать, что там Вася Пупкин, что-то там скажет, еще там что-то и так далее, и тому подобное. Вот чудесный человек, правда она очень долго тоже, вот у нее был страх начать, вести свой тренинг по исполнению желаний. Она опять же тоже у нее в голове сидела, а что обо мне подумают другие, а все вокруг вот это делают, а и я тут еще присоединюсь, кто я вообще такая. Вот, но в итоге она стала, кстати мы с ней занимались актерским мастерством где-то года полтора назад, и вот она еще об этом тренинге говорила полтора года назад, она созрела только полтора года назад, вот, тоже, то есть у человека тоже был какой-то там вот, какой-то страх сидел, но в итоге она перепорола, все равно молодец, свой страх, то есть мы все через это проходим, и ты, я думаю, что тоже через это пройдешь, главное ведь здесь, ты должен быть на первом месте, тебе будет хорошо, вокруг ты тоже сделаешь всем хорошо, и менталитет ты можешь тоже изменить. Вот по поводу того, что ты можешь изменить менталитет, посмотри фильм, пожалуйста, «Дыши ради нас». Женщина через близкого человека изменила весь мир вокруг, изменила мнение людей, потому что она пошла против общества, и изменила мнение людей вокруг. Люди к инвалидам стали, ой, извините, с ограниченными возможностями к людям стали по-другому относиться. один человек через своего мужа. Ты понимаешь, что она изменила всего лишь систему семьи? Так все, в чьих руках? Ну вот опять же, я то, что я тебе сейчас сказала, это, конечно... Я вас услышал, я вам просто говорю о том, что у меня сформировались привычки мыслить определенным образом, и сейчас я эти привычки, я их меняю. Мне кажется, что, может быть, у меня нету такого сейчас, что вот все вокруг виноваты, и все. Ну, тогда ты мне не говорил, что вот там вот менталитет за рубежом один, а в Казахстане менталитет другой. Кстати, скажи, пожалуйста, знаешь одну такую вещь, да, допустим, на полное раскрепощение? Подправь меня, может, ты не знаешь, может, слышал тоже, что в Америке, допустим, есть такое упражнение, раньше, когда я вела оффлайн, я среди наших ребят делала это упражнение. Мне оно нравилось очень сильно. Если не знал, то можешь попробовать сделать. Вспомнить, как ты моешься в душе. Допустим, бреешься везде, кроме ног, конечно. Женщины-то могут там еще и ноги попрыть. Вот. И в актерской среде твоя задача как актера выйти, начать мыться в душе, но так, чтобы стыдно было тем людям, которые сидят и смотрят на тебя, а не тебе. Вот хорошее упражнение на раскрепощение. Заставить, то есть это сценическая задача, заставить, стыдиться, заставить почувствовать себя неудобно тех людей, которые смотрят на тебя, как ты моешься в душе. Вот это высший пилотаж актерский. А как вообще, допустим, одному актеру работать? Потому что все равно актерское мастерство, наверное, это больше немного о коллективе. То есть, когда ты с коллективом работаешь постоянно, ты, мне кажется, больше все равно раскрепощаешься и привыкаешь. Развивается привычка к публике, и ты уже, в принципе, ее игнорируешь по этому моменту. А когда ты один, это все равно немного не то. Я, допустим, по себе заметил, что я дома там могу, допустим, играть, у меня все хорошо получается, я раскрепощен. Как только я появляюсь на площадке или там на сцене, сразу вот это вот появляется, и совсем игра становится не та, что была дома, к примеру. Ну да, дома мы все великие актеры. Ну, во-первых, снимай видео, выкладывай куда-нибудь, там, я не знаю, в YouTube, ну, там, на странице ВКонтакте, в Facebook, да, ну, чтобы люди, проси людей, чтобы они тебя комментировали. Или проси каких-нибудь режиссеров, если у тебя есть знакомый, там, снял какую-то работу, попросил, слушай, вот прокомментируй, пожалуйста, скажи, где там что плохо, где там хорошо, ну, чтобы это было адекватно, потому что твои близкие, они все равно все скажут, ааа, ты талант, ты талантище. Ну, попроси адекватно. А я не такие, поверьте. Вот, допустим, там, американских друзей, если у тебя остались, вот снял видео, попросил там, ребят, прокомментируйте. Вот, это, ну, хорошая поддержка. Если хочешь, знаешь, что я часто делаю вообще? Вот, вот ты говоришь менталитет, да? Что сейчас делает Лара Шум в самоизоляцию? Все ходят в масках, значит, я одеваю наушники, включаю свою любимую песню, которая называется «Все только начинается». Ширзода. Можешь вот включить. Меня даже на видео вчера девушка снимала, она мне потом машину специально остановила, такая помахала мне и тоже улыбаясь, и тоже машула. Я танцую, иду по улице. Это моя сцена. Я включаю, и мне по барабану светит солнце, у меня хорошее настроение, и я начинаю идти, петь. И знаешь, что в ответы получаю? Улыбки людей. Вчера женщина такая, знаешь, в возрасте такая, ну, поворачивается, у нее уже такое усталое лицо от жизни, и она улыбается. И вот мне, вот это вот ее улыбка, и я в ответ улыбаюсь, вот мне ее улыбка в ответ, это самый дорогой подарок, понимаешь? Потом же девушка, а я еще пошла по дороге, машины сзади должны были ехать, я как бы в наушниках ничего не слышу. Женщина, она слышит потом уже машина, поворачивается, она меня снимает на камеру. Иду дальше, я просто, и несколько раз эту песню включаю. Все. Что обо мне подумают другие люди? Вот это уже последний момент, мне все равно. Я сейчас так чувствую, я хочу так себя вести, я хочу жить, а не умирать. Я не думала в этот момент о менталитете. Понимаешь, что он делал? Все. Это моя сцена на данный момент жизни, и я это делаю. Хочешь попробовать убрать зажимы, выйди, прочитай какое-нибудь стихотворение на площадь, там, я не знаю, Тургенева. И знаешь, тебе люди аплодировать будут, почему? Потому что они этого не сделают никогда. Они боятся. А ты это сделал. И тебе будут аплодировать, говорят, слушай, ты такой классный, ты такой молодец, потому что он этого никогда не сделает. У него менталитет такой, как ты говоришь. А у тебя другой. Они будут рады, что есть такие люди. Они на самом деле радуются, что есть такие люди, которые переступают за черту. Вот допустим, мне сейчас 45 лет, это я веду себя как ребенок маленький. И слушай, мне чуть никто не говорит, там, дура старая. Да? Ну, даже если скажут, это значит то, что у человека у этого что-то, проблема какая-то, это не у меня, это у него. Осознавая это, я живу так, как я считаю нужным, так, как я хочу. Даже вот это же актерское мастерство, да? Многие могут сказать, ты вообще кто такая? Ты что ведешь? Ты еще ведешь актерское мастерство? У нас тут в Москве вам гуры, режиссеры, там, Михалков, еще кто-то. А ты вообще кто такая? Вот если я буду об этом думать, я не буду вести актерское мастерство. Я вообще не буду вести ютуб-канал. Я думаю о себе, то, что я могу дать людям, то, что я знаю. Опять я о себе, о себе, о себе. Это я к тому, что ты говоришь, вот у меня там зажимы, на сцену, на публику выхожу, я как бы, опять же, то, что я говорю, это в твоей голове. Еще знаешь, что можно сделать? Да если выйдешь там на площадь, допустим, монолог какой-то прочитать, да? Попробуй вот это вот ощущение, когда вот это вот закончится, да? Вот ты закончила это. Попробуй это ощущение, там, какое у тебя пойдет, если там вдохновение, попробуй его запомнить внутри себя. И потом, когда вот выходить на сцену, попробуй вот это опять вдохновение, внутри себя ты вспомнил, вот эту дрожь потел, вот это все, или вот начало, как ты переступил себя, да? Вот это вот ощущение в теле опять запомнил, вспомнил, вот я же это делал, я это сделал, я молодец. То есть, свой старый успех перенеси сейчас в начало. Наши старые успехи, они очень помогают нам. Это, кстати, Джо Диспенза, можешь почувствовать, ой, прочитать. Я не помню, какая у него книга, но вот он как раз там советовал, что не убирать наши старые успехи куда-то там, а наоборот, чтобы они у вас были и чтобы их принести. Что еще я бы посоветовала? Сделай, вот ты же за рубежом жил, там же, вот у них везде дома, если ты там бывал, у них дома, да, у них везде есть полка их побед. Или в кино. Так почему они это делают? Потому что каждый раз, проходя мимо этой полки побед, он говорит, вау! У него в мозгу происходит. Вот, вот, возьми, вот, то же самое. Если ты говоришь, здесь такой менталитет, перенеси тот менталитет сюда. Вспомни, что там, почему они так себя ведут и перенеси это. Если они хорошо относятся, неважно, бедный и богатый, возьми, подойди к бомжу на улице и посиди с ним, пожри что-нибудь, купи ему колбасы. В чем дело? Переноси тот менталитет, в этот менталитет. Пообщайся, вдруг он расскажет тебе какую-то сверх-пупер-историю. Ну и плюс 100% в карму. Если там богатый, найди богатого человека, начни с ним общаться, посмотри его поведение, как он себя ведет, начни с ним разговаривать. Успешный актер там, в Казахстане, тоже найди. А если сидеть, вот там тату менталитет, а вот здесь вот тут менталитет. В твоих руках менять менталитет. Вопрос в том, что прописываю эти шаги или нет. Делаю я эти шаги или нет. Все равно как бы из меня... Вы просто меня где-то не до конца, наверное, дослушали. Я как бы... Я просто хотел рассказать о том, что... Я просто начал... ... Начал что-то рассказывать и немножко почувствовал так, что в мой огород немножко так полетели камни. Вопрос был не в том, что вот менталитет такой, а я вот хороший. Вопрос был больше в том, что сейчас я стараюсь поменять свое мышление, опять же, потому что, как вы сказали, это твой выбор, да? Куда тебе идти и чем заниматься. Вот. Проблема-то в страхе. То есть я, в принципе, изначально об этом хотел сказать. Что присутствует. не ответила я про страх? Нет, нет. Сейчас вы ответили, но я имеется в виду, что... Вы ответили, да. Но имеется в виду, вы даже как бы... Я даже не успел себе рассказать и рассказать о проблеме. Вы, в принципе, уже наперед все ответили. Поэтому спасибо вам большое. Я просто хотел добавить в смысле к этому, чтобы вы... Обо мне тоже не складывалось само мнение, что чувак жалуется на все и вся. Нет, нет, нет. Ты что? Это ни в коем случае. Потому что это не только твое. У меня, ты думаешь, нет страхов. У большинства людей все практически. Мы 98% созависимые люди. Можешь, кстати, книжку взять, если не слышал, про созависимость. Есть такая книжка, почитай. Много материала, вот почитай. Это 98% на земле людей созависимые люди. И ты, и я. И у меня есть страхи, и у тебя. И это нормально. Просто вопрос в том, как мы с этим справляемся. У меня тем более опыт. Что там? 45 лет. Тем более у меня более 120 учеников. В онлайне я уже работаю три или четыре года. То есть работа на камеру, это я родилась практически с этим. Я всю жизнь была практически. Поэтому у меня как бы вот это вот все прошло. И то тем более про страх на камеру, кстати, это не моя задумка, не моя идея, которая мне родилась. Это мне мой друг подсказал. Мы общались с другом тоже по поводу того, что люди боятся камеры. Почему? И вот он мне говорит, а ты не находишь, что они не камеры боятся, а боятся того мнения, которое выскажут люди. Да-да-да. Я такая, слушай, а ведь ты прав. Я начала как бы вот эту идею разгребать и вот точно пришла к этому выводу и наблюдая еще за собой. Поэтому я ни в коем случае не думаю, что наоборот, ты классный, понимаешь? Потому что многие будут сидеть и ничего не предпринимать. Ты хотя бы там мне что-то написал. Знаешь, как приятно было, что человеку помогло, что-то вот мое помогло другому человеку. Ты что? Я тебе сижу, прям при себе аплодирую. Это не я тебе нужна, это ты был мне нужен. Реально, это ты был мне нужен. Друг другу помогли. Да. Расскажи, пожалуйста, вот сколько ты учился, допустим, в Америке и еще где-то ты сказал, что учился. Я сначала учился год в Англии и год в Америке. Вот получается, это была, в общем, Кембриджская школа визуальных и драматических искусств. И после этого я поступил в Лос-Анджелес с Американской академией драматических искусств. Молодец. Но могу с уверенностью сказать, что в Англии школа, я не знаю, может быть, я просто не ту школу американскую выбрал, но в Англии нас прям гоняли очень жестко. То есть за любой там прокол на тебя могли наорать, выгнать из аудитории. Там буквально, даже если там пришел за пять секунд до начала, это все, не заходи, пожалуйста. Исчезни из глаз долой. То есть я, честно говоря, я просто не представлял, что такое актерское мастерство. Для меня это было вот веселье, там, ну, круто, творчество, воодушевление, мечты. А тут ты попадаешь, ну, не знаю, ты... Я вот честно клянусь, я первые два месяца я задавался вопросом, я попал в армию или на актерское мастерство? Вот прям на полном серьезе я так думал, потому что у нас каждое утро у нас начиналось с часа разминки. Это были прям активные кардиоупражнения, то есть там отжимания, там всякие прыжки. Этот, я... Я вроде бы... Меня предупреждали, мне сказали, что будет сложно там, особенно по утрам. Я думаю, я справлюсь там, я вроде ходил, занимался там, тренировался, но нифига подобного. То есть это были... Еще плюс по вечерам у нас через день были... В общем, каждый день с девяти до шести, до семи, иногда до восьми застревали. И по вечерам у нас еще были либо современные танцы, либо балет. Балет после вот девяти часов упражнений, там всяких, это просто ад. Я не представлял, насколько это сложно. Вот прям, я не представлял, насколько это сложно. Но балет, это вот прям не мое. Мне нравится хип-хоп, R&B, то есть какие-то такие вот... Но балет, это уважение. И очень, конечно, жаль, что люди, которые балероны, балерины, что у них очень небольшой срок службы, рано уходят на пенсию. Да, я тоже занималась балетом. Слушай, подскажи еще, а вот как бы тебе легко было просто поехать? Ты как вообще поехал, заплатил деньги? Что, как? Как тебя приняли, экзамены какие-то проходил? То есть любой может вот так вот просто взять и поехать? Мне кажется, что не любой. Как бы, ну, ну, понятно, что оплачивал не я сам, как бы родители, вот, но экзамены у них были, получается, один экзамен, монолог, и один вокальный экзамен. И вообще еще по-хорошему нужно было сдать экзамен по английскому языку, но почему-то с меня не попросили. Ну, потому что у меня здесь в Казахстане было собеседование с, приезжал директор школы сюда, то есть, он, получается, они сотрудничают с местной языковой школой, вот, и я пришел, получается, на собеседование с ним, и он сказал, ну, говорит, тебе, говорит, лучше всего на актерский, в принципе, ну, английский, понятно, что у тебя на хорошем уровне. И я удивился, но я попал тогда, получается, в группу, там были две группы, то есть, группа по-актерскому, которым нужно было где-то язык подтягивать, и группа, у которых все хорошо с языком. Я попал в ту, у которой все было хорошо с языком. Но я могу сказать то, что учить Шекспира на староанглийском, это, конечно, тоже тут, тут еще геморрой, и особенно, когда британцы говорят, а ты прочитал там Короля Джона, а там Король Джон, там, извиняюсь, там три тома, девятьсот страниц, на староанглийском, ты, извиняюсь, два дня просто переводишь одну страницу монолога, и то не все понятно, не все есть в Гугле. То есть, вот такие вот моменты, конечно, было сложно. Но я прям очень благодарен за то, как они нас просто гоняли. Я прям благодарен, что там на меня орали, потому что мы тут в Казахстане привыкли, то, что можно опоздать на пять-десять минут, а нормально, никто меня ругать не будет, тут как-то этот, а не только ты попробуй только прийти позже, чем за пять минут до урока. Это, конечно, да. Что еще я могу рассказать? Могу рассказать немного о том, как я поступал в американскую академию. Короче, вот у меня была какая-то конкретная цель поступить в какой-то один университет, я выбрал американскую академию, мне преподаватели говорят, извиняюсь за выражение, ты дурак, почему ты подаешь в один университет, они могут тебя просто не взять. Вот, но британцы там, шотландцы, у нас еще была шотландка преподаватель, они очень жесткие, они вот прям напрямую с тобой разговаривают, очень жестко, у них там нету сю-м-сю. Они говорят, почему ты подаешь только в один университет, тебя могут просто не взять. Я говорю, вот не знаю, вот я выбрал и все, я хочу туда поступить, и я сделаю все, чтобы туда поступить. Я говорю, меня другие универы не волнуют. Говорит, ну типа, если что-то будет, ты потом можешь об этом пожалеть. Я такой, эй, ладно. Я всегда, всю жизнь, наверное, ко всему относился, эй, ладно. В итоге я прошел сразу с первого раза, плюс мне даже, я не знаю почему, может они подумали, что я там со стороны третьего мира или еще что-то, но они сказали, мы даже готовы там предоставить скидку, потому что, ну и вы там готовы и играете, и этот, в общем, я подготовил один монолог с короля Джона это была роль Бастарда, и вторая роль это был больше контемпорарий, то есть современный монолог, комедийная часть, и еще есть у них такое понятие, как cold reading, это когда ты читаешь текст, ну они тебе дают любой какой-то монолог, ты должен его прочитать и тут же сыграть. Вот я не знаю, как на русском, может быть, есть это импровизация, ну типа импровизация, но это да, что-то вот в этом роде. Слушай, здорово. А ты снимался вообще в американских фильмах или в Великобритании? Нет, вот к сожалению, вообще, чтобы сниматься это на самом деле, ну по крайней мере по той информации, которой я сейчас владею, сниматься там в Великобритании или там в Англии это немножко муторно, потому что чтобы сниматься там в американских фильмах, нужно там состоять во всяких там гильдиях, местных, то есть нужно там пройти там в массовке, там отсняться там в трех-четырех проектах. В общем, у тебя должен быть какой-то опыт и плюс у тебя должно быть какое-то разрешение на работу. вот. А, все, поняла. Ну, хорошо, что у них там массовка, у нас, ты видишь, у нас когда актеры выпускают, какая массовка, я профессиональный актер. А ты сейчас хорошую вещь сказал, ну по идее, да, это надо пройти, вот этот путь. Я тоже снималась сначала в массовках, потом уже чуть-чуть повыше, вот, потом повыше, и потом вдруг я поняла, что как-то что-то я, видимо, мне больше нравится вот как-то стезя актерского мастерства, видишь, как человек меняется, приходит тебе один, потом уходит другой, это так вообще, чувствую, что ты что-то для человека сделал. Вот. И вот сейчас ты такую классную вещь рассказал, теперь ты понимаешь, что большинство людей не смогут пройти тот путь, который сделал ты. Ну, я думаю, если у них нет финансовых возможностей, может быть, в смысле, я не могу сказать, что я поощряю свой труд, потому что я понимаю, что я сделал, но я откровенно, я честно, вот скажу честно, я больше гонялся за славой, там, за деньгами, я хочу там сниматься в Голливуде и так далее, при том, что, да, у меня были актерские навыки, но я не могу сказать, что у меня был полный фокус на актерском мастерстве, то есть я, наверное, больше хотел сбежать вот от менталитета. Но на самом смысле, я хотел, наверное, больше сбежать, и вот я, в принципе, я с детства, вот знаете, там, в детском садике постоянно где-то выступал, что-то там пел, я там солировал в хоре пять лет, то есть все это у меня было, вот на этом все замешано, мне хотелось, чтобы меня там хвалили, и чтобы вот мне было внимание, и, наверное, я больше отправился за этим, нежели вот за актерским развитием, и, к сожалению, мне потребовалось время, чтобы это понять. Сейчас я вот больше стараюсь вообще забыть про славу, вообще забыть про деньги, потому что это мешает, это, кроме того, лишняя просто тревога, это лишний стресс, потому что ты там, где-то тебя там не взяли, где-то ты там миллион не заработал, ты начинаешь об этом думать, переносить на себя, и ты ничтожество, и вот так вот по замкнутому кругу. Смотри, все равно надо понимать, что многие хотят, но так и не предпринимают этого шага, ты прошел такой большой путь, и не важно, какая там была мотивация, вот эта мотивация как раз тебе это во всем и помогла, а сейчас я такой серьезный, я там это, я там это, так может вернуть, твою мотивацию это обратно, может она как раз и позвонила тебе жить на этом драйве, что вот это я хочу, мне это надо, я буду жить, а тут все, все серьезно, я теперь так, никаких денег, ни о чем. Нет, я в смысле у меня при этом опять же, у меня, как это слово правильно? Оборачивайся. В смысле у меня нет там такого из крайности в крайность, что вот теперь я вообще не буду думать о деньгах и славе, все равно это инструмент, который тебе помогает продвигаться и который дает тебе возможность и себя кормить и получать работу и так далее. Но просто я говорю опять же о том, что для меня, для себя я понял, что это не должно быть на первом месте, потому что начинаешь это стоп в развитии в личностном и карьерном. Потому что я начал, я сделал вывод из фотографии, потому что я вот последние 8 лет в основном занимался фотографией и на этом зарабатывал. но в какой-то момент я уже перестал вообще думать о том, что там я хочу сделать крутые фотографии, потому что я увидел, что можно заработать в принципе на это легкие деньги и у меня в принципе хорошо это получается. И как только ты начинаешь думать о деньгах, твое творчество просто пропадает и ты не думаешь о том, как там улучшить фотографии, как там предоставить какие-то новые услуги и так далее. Ты начинаешь, то есть я помешался уже на деньгах и все это превратилось в рутину и в привычку и ты уходишь из творчества. Мне то есть потребовалось какую-то работу над собой проделать, чтобы вернуться именно в творчество и вернуться в то состояние, которое меня мотивирует, толкает, воодушевляет, вдохновляет. В принципе сейчас я в этом состоянии нахожусь и мне легче, хорошо. Какой у тебя сейчас хороший фокус то внимание. Ты посмотри, какой ты сейчас хороший фокус внимания мне сказал в итоге. Скажи, пожалуйста, какой вывод ты вообще сделал из нашей сегодняшней беседы? Есть какой-то вывод? Есть какие-то мысли? Или мы сегодня с тобой просто час времени потратили никуда? Нет, почему? В любом случае общение и поделиться опытом, и послушать чей-то чужой опыт это всегда важно, это все равно всегда откладывается. Но как минимум я думаю, что общение с вами сейчас, вся эта дискуссия помогла мне немножко взглянуть где-то на себя со стороны и сделать какие-то выводы. плюс вспомнить как вы сказали вспомнить свои достижения я, наверное, часто игнорирую эти моменты вспомнить свои достижения вспомнить действительно какие-то моменты когда тебе было хорошо и привнести это здесь и сейчас тем самым усилив вот эту мотивацию вот это воодушевление опять же которое тебя будет продолжать толкать давать тебе энергию. Такой ты классный Ты очень-очень-очень классный Так, небольшая рекламная пауза подписывайся на мой канал смотри мои видео дальше ставь лайки рассказывай своим друзьям ты разрешишь мне это видео выложить в YouTube скажи, пожалуйста Да, конечно здесь ничего я запретного в принципе не рассказываю Нет, ну вдруг там я спросила все равно потому что потом И еще если ты считаешь что сегодняшняя консультация ну наш разговор был тебе полезен буду благодарна тебе за донат если считаешь я не настаивала но я должна это была произнести пусть тот донат увеличится тебе в стократном размере It's ok? Я сделаю донат как только я получу свой гонорар я даже запишу специально на сотовый телефон потому что сейчас в условиях карантина я скажу финансовые такие вот сложности конечно я думаю всех они застали Я верю что ты сделаешь донат вот еще же я не настаиваю но просто если будет возможность то буду весьма благодарна потому что любой труд как говорится он должен оплачиваться Я согласен абсолютно Отлично дальше смотри будет желание то приходи ко мне на тренинг ну вот который я тебе сказала прорекламировала да опять же как выйти из общего строя начать доверять себе там первая неделя марафона она будет задана поэтому все работы я думаю что ничего страшного тоже в этом нет я под это видео потом положу ссылку на свой марафон единственное что я его еще только в процессе так готовлю заодно думаю с тобой пока разговариваю сделаю рекламную паузу вот и успехов тебе самое главное ты вообще большой молодец я тебя слушала он учился в Лондоне в Лондоне да ты учился в Кэбридже учился в Кэбридже я об этом могу только мечтать учился в Америке я об этом опять же только могу мечтать потому что у меня вообще мечта уехать в Америку пожить там не знаю полностью или не полностью у меня брат уже живет в Америке поэтому у меня просто жизнь мне необходима я хочу окунуться в эту среду хочу вот а ты это все сделал понимаешь я все хочу а ты это уже сделал я тебе в этом плане аплодирует, ты большой молодец, ты получил роль, над которой ты сейчас можешь работать, и вот это тоже твой шаг на пути к работе, да, возьми, посиди, посмотри улыбки Джима Кэрри, может там что-то себе найдешь для своего персонажа, ты взял, написал мне свое мнение, для меня это тоже очень важно, за что я тебе очень благодарна, я вижу перед собой будущую звезду, хотя я могу сказать, что я атеист, но дай боже, я тоже атеистка, но все-таки я участвую во всех тренингах по исполнению желания, и все-таки думаю, что какая-то вот эта энергия, сила мысли, даже она все равно существует, вот, это тоже мое мнение, поэтому благодарю тебя огромнейшее за сегодняшнюю беседу, для меня это было классно, это взаимно и все аналогично, вам спасибо большое за то, что я, честно говоря, не ожидал, что все-таки вы ответите и уделите нам время, я просто написал, как бы думал, ну почему бы и нет, и вы ответили, я думаю, ох, работает. Энергия, вот, я сегодня с тобой позанималась, да, энергия же все равно она притягивает, и притягивает, и я тебе, кстати, потом даже отпишу, что у меня сейчас цель, чтобы у меня было пять учеников онлайн одновременно, и вот я думаю, что вот это вот как раз, это вот ты сегодня вот это и остальное все притянешь, поэтому надо, я считаю, что надо брать вот эти вот знаки вселенной и с ними работать, вот, может кто-то посмотрит это видео и скажет, блин, она такая клевая, она такая классная, я хочу к ней учиться, понимаешь? В самом начале, в самом начале видео у меня, конечно, немножко смутили, я так немного впал в ступор, у меня есть такая особенность, когда мне задают какие-то вопросы, особенно когда говорят, я повторяю вопрос, и ты так, господи, что я, что я должен сказать-то, что, и у меня так немножко, я, у меня мысли промелькнули, может выключить видео просто, и выключить. А, смотри, это не только у тебя, это у мужчин, это нормально, то есть я начала на тебя давить, это нормально, у меня просто, я всегда иногда давлю на людей, поэтому это тоже нормально, но смотри, вот запомни одну вещь, еще раз подчеркну, вот это для тебя будет, да, вопросы, это самое главное в нашей жизни. Все, то есть, когда человек сам себе задает этот вопрос, он начинает думать и на них отвечать, ты пусть не сейчас ответишь, но потом это придет, поэтому ты, да, может быть, извини, что я так вот давила, но по-другому как бы, я не видела вариантов. Нет, может и были, но я не задумывалась, я просто шла по своей старой схеме, потому что вот как раз... Да, я подумал, что вы, наверное, вот у вас есть какой-то определенный метод работы, и вы к нему как бы привыкли, в принципе, поэтому... Хотя я, конечно, просто у меня, на самом деле, я вам скажу честно, у меня реакция на такие вещи, она проявляется мгновенно, то есть я просто понимаю, что запись идет... Но это было, нет, это было не из-за записи, просто мне как бы мое там воспитание, какие-то моменты все-таки не позволяют, да, там взрослому человеку, если это совсем прям грани человек не переходит, то не позволяет там как-то вот прям перечить и что-то вот отвечать, вот, хотя по натуре, по характеру, как бы я могу там что-то ответить и вообще там выключить запись и так далее. И поэтому, и поэтому, ну, у меня был такой немного ступор, да. И только под конец уже, когда я начал уже рассказывать там про Кембридж и про Америку, я как-то уже раскрылся и расслабился. Вот я тебе благодарна за то, что ты не выключил камеру, это первое. Второе, пересмотри это видео, вопросы можешь просто даже прописать и сам поймешь правильность ответов. Ты почему расслабился про Кембридж, потому что твоя стихия была, ты туда опять вернулся и тебе стало от этого хорошо. Ну да, хорошо. В таком случае, когда ты выходишь на сцену, то же самое, это твоя стихия, вспоминаешь свою стихию, выходишь на сцену уже в той стихии или в персонажа, как говорится. Но это уже опять повторно, сейчас понятно. Или в персонажа, в который ты входишь, ты выходишь и уже ничего не существует вокруг, потому что ты в персонажа, ты живешь в этом персонаже, все. Потому что становится все хорошо и все, собственно говоря, по барабану. Вот, и даже не знаю, сейчас как бы, я надеюсь, что ты сейчас честно ответила, мне это нравится, то, что действительно, ну тебе что-то помогло, скажем так, вот в сегодняшней нашей беседе. Я надеюсь, что рано или поздно у тебя как бы придут ответы на эти вопросы. И раз ты умеешь, раз ты умеешь находить то, что тебе надо для твоего развития, я думаю, что ты далеко пойдешь на самом-то деле. Вот чем я. Спасибо. Большинство актеров, хочу быть актером. Все, я хочу, это так просто, вот как ты говорил, да, вначале, что там, ну и вышел, покривлялся, все, я сейчас великий актер. Что это я буду там, к чему-то там учиться. Вот это большинство, вот население в Москве, там, по-моему, 12 миллионов, 9 миллионов из них актеров и 500 человек талантливых. Остальные все, я хочу быть актером. Вот, вот. Ну да, у меня это и было, я думаю. Ну, видишь, нет, ты сам себе плюс-то поставь, что ты-то, видишь, ты из этого-то вышел, это тебе огромный жизненный плюс, многие так и остаются, извините меня, в болоте, что я великий актер. Это две разные вещи. Ну что ж, будем прощаться? Хорошо. Время было, приятно познакомиться, приятно пообщаться, несмотря на то, что я немножко попал под прессинг, но ничего страшного, научусь относиться к этому. Дай-ка я еще раз подчеркну это, что ты красавчик, просто на нос, молодец. Ну, вот такая я педагог. Но добиваются результатов, потому что у меня сейчас два человека, немножко, да, два человека снимаются активно в рекламу, получают за это хорошие деньги, живут на эти деньги. Дело в том, что у меня девочка с Америки училась, у меня девочка с Болливуда училась, да, которая снимается в индийских фильмах, поэтому я считаю, что я отличный педагог, потому что у меня есть результаты. Педагог все равно тогда, я считаю, хорош, когда у него есть ученики, которые добиваются своих результатов. Я это делаю, у меня люди получают результаты, с которыми я работаю, так что я себе аплодирую. Видишь, вот я тебе аплодирую, я похвалила себя. Я уже. А я тебе аплодирую. Благодарю тебя огромней, что ты дал мне сегодня большой, огромный опыт. Благодарю за то, что разрешил выложить это видео в YouTube, ты вообще красавчик. И, пожалуйста, потом скинь ссылку на твою работу, когда ты вот снимется, вот это вот кино, хорошо? Если я буду ею доволен, может, и скину. А я, скорее всего, не буду ею доволен, я думаю, чаще всего так получается. Ой, жалко, конечно. Ну, я бы с удовольствием посмотрела на твою работу. Ну, если захочешь поработать над ролью, то можешь выслать мне сценарий. Я могу вам скинуть ссылку на шоу-рил, ну, может быть, вам будет интересно. Ну, это больше то, что я снимал сам, и то, что я, наверное, сам себя больше режиссировал, то есть мне больше давали свободу. Потому что я снимался, допустим, у нас в Казахстане тут в двух больших проектах, и, ну, с режиссерами, видимо, мы не сработались. И плюс был, на самом деле, очень большой прессинг на съемочной площадке, и вот прям не шла игра, вот прям не шла совсем никак. Поэтому я еще во время съемок знал то, что в мой огород полетят камни, и то, что будет критика очень большая. То есть, поэтому я могу только выслать вам свой шоу-рил и показать, но, более-менее, то, что я могу. Ну, если вам интересно. Конечно, конечно, вышли. Ты что? Мне очень интересно посмотреть твои работы. Я тоже второй свой шоу-рил сделала сама. То есть я взяла костюмы, какие у меня были, нашла, под эти костюмы написала слова, и сделала нарезку сама, снимала вот и все. Но я на актерском мастерстве, на своем коучинге тоже говорю, ребят, если у вас нет от чего отталкиваться, снимайте сами. Возьмите вон там один маленький стих и прочитайте его в разных персонажах, и то будет видно. Незаметно там и так далее. Актриса недавно из Германии, она рассказывала, как она делала свой шоу-рил. Она сказала, мы не заморачиваемся там со светом, со всем остальным мы просто садимся и задаем, там отвечаем на какие-то вопросы. Можем там партнера просить, чтобы он, зная тебя, вот друг твой, да, знает тебя, и он там выбрал каких-то три вопроса и начал тебе задавать. Там, допустим, когда у тебя умерла мама, что ты почувствовал, да, и ты уже начинаешь отвечать. Тем самым режиссер видит твою живую реакцию, то есть от неожиданности, да. Просто, там, попадал ли ты в аварию, да, и вот человек начинает тоже отвечать. Все. Вот это я слышала лично от германской актрисы, что у них вот там это все намного проще. Это как визитка называется. У меня был такой опыт в плане, что я пришел на кастинг в школу, но это они разыгрывали, как бы, там курсы бесплатные. Я пришел, и, в общем, мне вот так же, на самом деле, меня там задали такой вопрос, который меня поставил в тупик. Я возненавидел просто эту женщину, которая задавала вопрос, потому что он был действительно больной. И я, мне хотелось отстраниться вообще даже от мысли, что такое может произойти. И в то же время я понимал, что мне нужно было... Ой. Так, что вы понимаете? В то же время я понимал, что мне нужно было отыгрывать, но здесь у меня такая схватка внутренняя была. Так. Ты пока в эмоциях, мне так нравится. Пока. Вот эта вот внутренняя какая-то схватка, я, в общем, не смог отыграть. И мне сказали, ну, типа, вы не актер, если вы не принимаете. А, блин, вот это вот, да. Знаешь, я хотела как раз тебе сказать вот по поводу вот этого внутреннего. Я хотела как раз тебе сказать наоборот. Что как раз вот ты, я считаю, что ты настоящий актер, почему как раз вот актеры вот этим всем заморачиваются. У них настолько глубокий вот внутренний мир, что вот они вот это вот как раз в себе все и переживают. Поэтому я считаю, что чем отличается настоящий актер от ненастоящего, тем, что настоящий актер вот как раз он ведет вот эту глубокую борьбу с собой вечно. Ну, а что там, а как так, комментарики, в нем, вики, а вот тут я хотел выключить, не выключил, а вот тут я такой-то. Вот как раз я считаю, что, ну, это опять мое мнение, что, ну, я думаю, что в этом и заключается жизнь актера, проживание вот этих всех болевых точек. Я много читал биографии актеров, поэтому я могу сказать, ну, я очень много изучал, ну, понятно почему, потому что хотел там пойти по этому пути. И очень многие актеры, они прям очень замороченные, прям очень замороченные. Я смотрел, я не знаю, вы смотрели или нет, есть программа в актерской студии, вот, и у них в студии был Энтони Хопкинс, вот, он, как бы, рассказывал о том, то есть, что у него там даже было такое, что он там впал в алкоголизм, там, в течение восьми лет, что ли, пил, и, в общем, не воспринимал свою жизнь, и, в общем, все тлен, у него была депрессия и так далее. И, казалось бы, да, как бы человек, там, который, там, таких успехов добился, ты на него смотришь в кино, думаешь, такой умный, такой мудрый человек, там, этот, а за кадром все абсолютно по-другому. Тот же Хит Леджер, тоже, казалось бы, всего, как бы, добился такого успеха, и такие вот вещи произошли. Ну, тоже человек, страдал от депрессии. А многие же великие актеры, да, действительно, там, или на наркоте сидели, или пили, ну, наверное, все-таки у актеров это глубокий внутренний мир, ранимый причем, поэтому, поэтому я хотела тебе сказать, что наоборот, я считаю, что ты настоящий актер, поэтому хочешь сделать, попробуй сделать визитку, попроси там. Тебе же, кстати, опять же, на сопротивление тебя пойдет, попроси там друга, который тебя знает, чтобы он тебе, там, три вопроса подготовил, попробуй ответить. Вот тебе, пожалуйста, опять же, упражнение на убирание зажимов в теле. Все, пожалуйста. Легкое вполне, его легко сделать, это упражнение. Вот, от зажимов. Еще, знаешь, есть такое упражнение, попробуй, ну, вернее, это не то, что упражнение, это чтобы легче твоему мозгу стало, я всегда это, может, вас тоже в Америке этому учили, что нашему мозгу легче, когда ты две ноги ставишь широко, то есть мозг понимает, что опасности нет, потому что ты твердо стоишь на ногах, руки ставишь, это через тело. Руки ставишь на поясницу, да, и вот так вот просто стоишь минут, ну, походить можно, да, минут так несколько перед, ну, там, перед кастингом. На кастингах, когда ты приходишь, тоже вообще всегда советуют там стоять ноги широко, я не знаю, как в Америке советовали, вам это не советовали. Вот у нас вот такое, что ты встаешь, это значит, все, мозг не боится. Пожалуйста, вот это делаешь. Ну, все-таки я считаю, что самое классное, это когда ты в персонаже, ты открываешь дверь, все, ты понимаешь, ты в уверенном персонаже, ты понимаешь, ты приходишь и берешь все с собой. Но это у меня тоже, опять же, актерская методика, когда я прихожу всегда на кастинг, что я делаю, я всегда свой человек. Я обычно цепляюсь через другого человека, там, допустим, слушай, ты как-то, у тебя футболка такая сексуальная, ты прям себя расчленил, две руки и одна голова. Вот, и у меня, когда в живые кастинги, я, когда прихожу на живые кастинги, я прохожу его в любом случае, потому что, я не знаю, вот я, видимо, цепляю чем-то режиссера, и мы начинаем одну сцену очень долго репетировать. То есть она, или он, там, пытается долго из меня вытянуть то, что, там, я, может, даже сама себе не подозреваю. То есть режиссер начинает с тобой работать, но это я начинаю зацепиться через акценты. Это тоже, это, короче, моя уже методика личная, поэтому общение с людьми я имею в виду, поэтому как-то вот так. А почему я сказала, допустим, ладно, это уже не будет другая тема, все, а то... Хорошо, хорошо. Меня аж вот так вот трясет иногда людей зомбированных, которые вот зомбированы вокруг, которые тебе не дают идти вперед, но я таких людей, у меня, в принципе, в окружении таких людей нет, я их всех убрала, у меня только те люди, которые, да, Ларка, давай, я тебя люблю, ты молодец, там, вот, поэтому я желаю тебе тоже вот таких людей вокруг себя собрать, которые, все, давай, двигай, еще пинки тебе будут давать. Ты что, сегодня, не снял пробу? А ну-ка, сел, снял, 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 понял? Вот в чем дело, вот таких надо людей держать. Ой, так, блин, с одной стороны ее осталось, с другой стороны такая хорошая осталось, ты меня сегодня просто вдохновил, я поняла, что я не зря в очередной раз живу на этой планете Земля, не зря в очередной раз двигаю людей вперед. У меня это, видео там есть, не знаю, смотрела, нет, 7 фильмов, которые советуют посмотреть Лара Шум. Вот попробую посмотреть, я там объясняю как раз, почему нужно смотреть вот эти 7 фильмов, о чем я тебе сегодня говорила, про Шоу Трумана, про Августа Раша и Дыши ради нас. Вот посмотри, интересные такие, это, я там 7 фильмов советую, можешь посмотреть, какие я фильмы советую и вообще их посмотреть. Вот, потому что там подборка фильмов как раз человека, который, понимаешь, вот верит, верит. Ты, наверное, еще последнее все, ты, наверное, слышал про такой эксперимент, когда вот человеку говорят, там они садятся, вот это синий, человек видит, что это красное, а ему говорят, это синие. И он, блин, и вот все говорят, все, и он что начинает, он начинает сомневаться, ну да, что-то тут, да. Вот то же самое с нами происходит, если мы разрешаем вот этим людям говорить, что, слушай, мужику надо идти к гвозди, гвозди забивать, а ты тут что-то в творчество, и мы рано и не поздно вниз уходим. Шоу Трумана как раз на эту тему, Август Раш как раз на эту тему. Все. Нет, нас зрители будут смотреть, говорят, вот они же уже попрощали. Вот же они уже попрощали. Я после тоже втянутся в беседу, и тоже у меня пошло вот это вот. Нет, ты классный, ты классный, ты классный, даже не, вот всегда помню об этом, что ты самый классный, самый-самый-самый классный. И я тоже самое-самое-самое классное. Зрители, которые нас будут смотреть, они тоже самые-самые-самые классные. Вот это в первую очередь. Вообще люди, у которых есть цель, они идут к своей цели, они самые-самые-самые классные. Самые неклассные – это зомбо-двинутые люди. Все. Ну это и они в чем-то там, допустим, классные, то, что нам подчеркивают, что есть люди, которые зомбо-двинутые, а есть люди, которые делают, двигаются, несмотря ни на что. Все. На связи, если что, пиши, звони. И если будет нужна работа над ролью, я с удовольствием с тобой поработаю. Ладно? Хорошо. Спасибо вам большое. Тебе тоже. Хорошего дня. Давай. Спасибо вам тоже. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...